Сегодня мы переходим ко второму разделу нашего курса «Основание церквей. Библейское обоснование». За этим обоснованием мы обратимся к Библии и попробуем найти там не только примеры, но и вывести некоторые базовые принципы. Для начала рассмотрим вопрос «Основание церквей и цель миссии». Чаще всего миссия трактуется как расширение Божьего Царства, служение Богу, служение людям, борьба с нищетой, помощь нуждающимся и установление справедливого общественного порядка. И все это правильно. В значительной степени правильно. Ибо когда Бог меняет людей, в лучшую сторону меняется и общество в целом. И это Богу угодно. В этом и состоит Его желание и Его воля. Но при этом я убежден, что «Основание церквей», как мы уже отметили, играет в этом процессе наиважнейшую роль. Организация новых церквей – это ключ к социальным переменам. Давайте обратимся к понятию «Миссио Дэй» и на этой основе попробуем определить миссию церкви. На курсе по богословию миссии тема «Миссио Дэй» разбирается более подробно. Это латинский термин, который переводится как «Миссия Бога». Но просто «Миссио Дэй» звучит куда весомее, поэтому богословы используют латынь часто и с удовольствием. Но по сути «Миссио Дэй» – это миссия Бога. Не вдаваясь в подробности, скажу, что примерно в 1950-1952 году, то есть после Второй мировой войны, христиане шли друг на друга с огнем и мечом. На той земле, где зародилась реформация, свой мерзкий след оставил Холокост. Ужасное явление в истории человечества, в котором участвовали так называемые христиане. Люди возмущаются. Как вы, христиане, можете проповедовать миру Христа, если ваши единоверцы организовали такое кровопролитие? С другой стороны, в Китае установился коммунистический режим. Миссионеров выслали из страны. Коммунизм стал набирать обороты и в других государствах. Но в данном случае от христианского влияния был огражден Китай. Существовавшие там церкви стали подвергаться гонениям. Неужто Бог не может все это остановить? Как благовествовать мир дальше? Вот в таких условиях в 50-х годах на одной из конференций прозвучала мысль. Погодите. Миссия не является целиком и полностью человеческим предприятием. Это не просто исполнение какой-то заповеди. Миссия — это еще и воплощение Богом своего замысла. Родоначальник миссионерства — сам Бог. И Он будет всячески способствовать Его осуществлению. Нам же с вами выпала честь быть в Него сработниками, но лишь сработниками. Так возникло понятие «Миссия Дэй». Вслед за этим миссию церкви стали рассматривать как своего рода продолжение миссии самого Бога. То есть, по сути, своей церковь — это Божьи миссионеры. Дэвид Бош в своем классическом труде по богословию «Преображающая миссия» пишет так. Он говорит, «Миссия зародилась в Божьем сердце». Именно оттуда она бьет ключом. Именно там ее глубинный источник. Ничего глубже нет. Миссия существует потому, что есть Божья любовь. Таким образом, миссия церкви и представляет собой не что иное, как выражение Божьей любви человечеству. Следовательно, церковь призвана воплощать цели и замыслы Бога. А теперь вопрос. Как основание церкви вписывается в общую картину Божьей миссии в этом мире, в ее глобальный замысел? Церковь играет в этом ключевую роль. Бог главным образом действует через людей. Безусловно, он творит и чудеса, вершит свои цели посредством земных правителей. И все же, большей частью, Бог осуществляет свой промысл через избранный им народ. Израиль в Ветхом Завете и церковь в Новом. Таким образом, церковь, она выступает главным орудием, инструментом в Божьих руках. Представительством Бога на земле. Как однажды выразился богослов Лесли Ньюбиген, церковь — это признак, инструмент и предвкушение Божьего Царства. Вот как следует рассматривать ее природу и свойства. Помните, мы говорили, что основание церкви — это основание общин царства. Все так и есть. А что такое Божье Царство? Это место Божьего правления, Божьего господства, там, где Иисус Господин. Вот что такое Божье Царство. Церковь же должна быть его признаком, указывать на него, подобно дорожному знаку. Кроме того, церковь — это и инструмент, иными словами, это то орудие, тот проводник, посредством которого Бог устанавливает и расширяет пределы своего правления, распространяя его на отдельных людей, семьи, города и страны. Автор цитаты называет церковь и предвкушением Божьего Царства. Что стоит за этим образом? Вот представьте себе огромный супермаркет, и в нем большую витрину с сырами, где все его виды предлагаются для дегустации. Маленький бесплатный кусочек сыра на зубочистке, чтобы вы могли ощутить его вкус. Ммм, как вкусно! Обязательно куплю кусочек. Ведь так? Или возьмем не сыр, а сок. Ой, этот сок мне нравится, я непременно его куплю. Дело не в продукте, а в том, что нам дали его вкусить. Вот таким предвкушением Божьего Царства и должна быть Церковь. Чтобы, глядя на нее, люди могли хотя бы немного представить себе, что такое жить под Божьей властью. Чтобы они могли увидеть единство любящих Бога и возлюбленных им. Потому что именно так выглядит господство Христа, с его способностью обновлять человека и прощать ему грехи. Предвкушением этого мы призваны быть. Причем не в одиночку, а непременно вместе. Только община, сообщество верующих людей способно показать, как выглядит Божье правление. Поэтому Церковь есть и предвкушение, и инструмент, и признак Царства. Христиане формируют вокруг себя атмосферу соли и света, атмосферу присутствия и главенства Бога. При этом, являя соль и свет, они являют людям Божье Царство ощутимо и зримо. Итак, Церковь играет ключевую роль в миссии Бога на земле. А если это так, то служение по основанию Церквей приобретает высокую значимость, ибо нет Церкви, нет и общины Царства. Нет Церкви, значит нет и признака, инструмента и предвкушения Царства. Необходимость в насаждении Церквей очевидна. И там, где их нет, и там, где их недостаточно. Соответственно, это служение должно входить в задачи христианских миссий, наших с вами усилий, направленных на расширение Божьего Царства. Задачу миссий я определяю следующим образом. Создание и распространение общин Царства среди всех народов мира во славу Божию. Такие общины надо создавать, взращивать и сохранять их статус, как общин Царства. Повторюсь, нередко Церковь представляется нам местом, зданием, где верующие на определенное время собираются для поклонения. Мы же в первую очередь призваны быть наглядным примером того, что значит жить под Божьей властью, под господством Христа. Причем общины эти должны существовать повсеместно. Бог замыслил их для всех народов мира, всех этнических групп, языковых групп, для всех наций, национальностей, племен и языков. Таким образом, общины Царства — это пример жизни под властью Бога. Главным способом организации таких общин служат благовестия и ученичества, благодаря которым появляются, растут и умножаются новые церкви, отражающие Божье Царство в словах и делах. Таким образом, мы проповедуем Слово, отражающее путь примирения с Богом. Помните, что Иисус Христос в Иоанна 3 ответил на вопрос о том, что нужно, чтобы увидеть Царство Божие? Родиться свыше. Итак, Словом мы возвещаем путь, ведущий в Царство. Словом проповедуем Христа, а дальше воплощаем эти ценности в образе жизни. О том, как жизнью свидетельствовать о власти над нами Иисуса Христа, говорится в Нагорной проповеди. Учитывая все это, повторю, что главным способом организации таких общин служат благовестия и ученичества, благодаря которым появляются, растут и умножаются новые церкви, отражающие Божье Царство в словах и делах. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com В общинах Царства я выделяю три стороны или три измерения. Подлинные церкви всегда трехмерны. Первая сторона – это доксология или словословие Богу. В этом наше великое призвание. Это то, чем спасенные будут заниматься в вечности. Но начинать нужно сейчас. Жить под властью Христовой – значит быть Его истинными поклонниками. В чем состоит наибольшая заповедь? Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим». И вторая подобная – «Ей возлюби ближнего своего, как самого себя». Все церкви должны любить Бога и поклоняться Ему. И делать это всегда, а не только на воскресном богослужении. Вся наша жизнь, как написано в Римлянам, должна быть благоугодной жертвой Богу. Благовестие и ученичество – это великие поручения. Мы призваны проповедовать Христа, приводить к Нему людей. И, как написано в Великом поручении, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учить их соблюдать, что Христос повелел нам. Третья сторона – это милосердие и социальное преобразование, как результат воплощения в жизни христианских ценностей, зримое отражение в людях Божьей любви. Мы не только говорим о ней, и наша любовь действенна. Она проявляется в милосердии, в сострадании, попытках изменить общество к лучшему. В этом исполнение наибольшей заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Невозможно проповедовать о любви, не будучи способным являть ее на деле. Иисус говорит, «Если вы не любите ближнего своего, которого видите, как можете любить Бога, которого не видите?» Таковы три стороны общины царства. Куб можно увидеть лишь в трехмерном пространстве. Церковь не может довольствоваться только двумя из названных аспектов, пренебрегая третьим. Община в подлинном смысле этого слова всегда трехмерна. И именно такие общины мы должны создавать. Потому что именно они отражают суть Божьего Царства и миссию Дэй. Причем возникать они должны во всех народах. Вы скажете, «Основание такой церкви, живой и здоровой, это уже огромный труд. Попробуй организуй, сделай так, чтобы она освещала и осыляла все вокруг себя». Но на этом наша миссия не закончена. Наша цель – умножить и распространить общины царства по всему лицу земли. Начать можно с собственного города, где многие люди еще не знают Христа. Но потом надо идти дальше, в другие регионы, страны и континенты, где еще не звучала благая весть, чтобы и там появлялись общины царства как признак, инструмент и предвкушение Царства Божьего. Такова миссия Бога в этом мире – преображать его посредством поместных церквей, общин, живущих под властью Христовой. Вот почему основание церквей я считаю одной из ключевых составляющих в осуществлении Божьей миссии в мире. Организация церкви – это не проект для группы креативных христиан, наделенных даром благовестия. Это миссия всей Церкви Божьей. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.